Коммунальные услуги – это часть комфортной жизни, но за них нужно платить. Порой не все прибайкальцы готовы платить по счетам. Кто-то забывает, кто-то не хочет, третьи не могут. Чем это чревато, узнаете далее. У нас сегодня уже наряд на отключение. Я хочу вообще не безразия. Поэтому будем вас отключать. Я попробую, да. Забыл или же не хотел платить за электричество владелец этой квартиры в Иркутске – неизвестно. Но итог один – он остался без света. О таком варианте развития событий собственника энергетики официально предупредили еще 20 дней назад. Этот срок дается потребителю, чтобы погасить накопившиеся за несколько месяцев долги. Если и после этого нет оплаты, по адресу приходит электромонтер, чтобы отключить электроэнергию. При этом даже во время такого визита у должника есть шанс избежать худшего сценария. И многие этот шанс используют. Я забыла оплатить. Можно это сделать как-то прямо? Ну, вот сейчас вам, допустим, оплатить. Да, можете по лицу, по счету. Отключают электричество в самом крайнем случае. Энергия в квартиру не вернется до тех пор, пока не будет полностью погашена задолженность и возмещены расходы, связанные с приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги. Квитанция по плате. Идете в свою врачную компанию, и ваш уже дежурный электрик вас отключает. Попасть в такую ситуацию может любой житель Иркутской области, у которого сумма долга превышает размер платы по нормативу потребления за два месяца. При этом, если долги появились, а возможности заплатить всю сумму нет в силу ряда объективных обстоятельств, избежать отключения тоже можно. Главное – своевременно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Компания идет навстречу гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Все случаи мы рассматриваем индивидуально. То есть можно обратиться в компанию за предоставлением рассрочки. Важно и то, что сейчас решить многие коммунальные вопросы можно прямо из дома. Для удобства жителей работают дистанционные сервисы, сайт, мобильное приложение. Через них можно следить за состоянием своего счета и не допускать появления долгов, чтобы не лишиться необходимого для комфорта жизни ресурса. Дарья Эйвазова, Василий Заводский. Новости по будням.